В среду ФРС США объявят о своем решении поставки процента. Вы смотрите экономический календарь на среду. С вами я, Дзерин Макдермат. В 7 утра будет представлен индекс потребительского климата Германии за февраль. На протяжении последних трех месяцев была отмечена положительная динамика по индексу. Повысилось экономическое ожидание и готовность к покупке. В это же время также будет представлен индикатор потребления UBS в Швейцарии за декабрь. В ноябре индекс немного снизился, что произошло на фоне сокращения продаж на автомобиле. К 7 часам вечера по Гринвичу комитет по операциям на открытом рынке ФРС США представит внимание отчет по монетарной политике. ФРС США намерена уже в этом году повысить размер ставки процента. Эти новости имеют большое значение для трейдеров. Возможно, вскоре станет известно о предварительных сроках повышения. В 8 часов Резервный банк Новой Зеландии представит важный отчет по монетарной политике. Глава Центрального банка Грэм Уиллер уже неоднократно заявлял о своих опасениях в отношении сильного валютного курса новозеландского доллара. Возможно, стоит ожидать на возможное снижение ставки процента. В 9.45 будут представлены данные Новой Зеландии по торговому балансу за декабрь. В ноябре было отмечено сильное сокращение торгового дефицита. Это произошло на фоне роста экспорта и снижения импорта. В 11.00 вечера будут представлены данные по лидирующему индикатору Австралии. В октябре было зафиксировано снижение уже как третий месяц подряд. В 11.50 вечера будут представлены данные Японии по розничным продажам за декабрь. В ноябре годовой рост замедлился по сравнению с показателем 1,4% за прошлый месяц. Вы смотрели экономический календарь за средств 28 января. Завтра мы представим вашему вниманию обзор основных событий на четверг. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok